Привет, дети! Может ты уже догадался? Это новый маслопресс. Да? И я все-таки решила себе доказать другой, попробовав однажды масло домашнего изготовления. Я посмотрела в интернете. Эта модель существует с 2015 года и внутренность у нее из металла, т.е. ее мотор металлический. Не пластик сомнительный, а металл. Именно это послужило толчком к покупке. Он мне обошелся в 19271 рубль. Я его сегодня забрала с Азон. Доставка задержалась на один день. И вызвала себе такси Яндекс за 139 рубля и буквально там не минуты за 5 доехала. Как ты видишь, цветовая гамма у него обширная. Но на Азон, только на мой, была нормальная гарантия год. На зеленой гарантии как-то не было, но остальные были вроде в той же цветовой гамме, но чуть подороже. Сейчас я как-то это попробую излечь. Он чутка потяжелее предыдущего, который был отравмит, но как я поняла по образу и подобию созданный С подобного товарища. Потому что у нас есть лапресс такой же модели, похожий. С разницей, что он якобы с поддончиком. Но мы сейчас узнаем, как на самом деле. Тут аж 20 видов того, что можно измельчить. Ну то бишь пустить на масло. Унезапно из коробочки вылетела распечатка. Распечатка с русской. Русская инструкция. Инструкция по эксплуатации йода. И, д, игрок, д, д, з, и, 0, 2, а, 4, а, 4. Прямо как в формату марки машина для домашнего отживого масла разных цветов. Разных цветов. Ну ладно. Не буду я докапываться. Мне один раз пишут комментарии таким текстом, что мой внешний, внутренний этот самый редактор, где удается. Я сейчас покручу коробочку со всех сторон. Ну, вообще я собиралась потом сделать отзыв еще на Ориконент. И для него я тоже сделаю фоточки и коробочки со всех сторон. Немножко помятая коробочка. Не лап я, не я. Я придралась и сдала полуобратно. Но он тяжелый. И ждать новый только из-за того, что коробочка немножко повернулась. Да, и упаковочная коробочка местами была с щелочками. Видать, не нашли на Озу. Нужного размера коробочки. Тут он намек на ручку. Вот видите, выемка практически под ручку. Так-то оно надавливается, можно выдавить. Но, не знаю, надо где-то выдавливать. Вот в инструкции по применению много всего интересного, как надо. А вот насчет этой выемки нет ничего. Ладно, не будем извращаться. Сейчас я попробую его вскрыть. А, лапчик просто открывался, товарищи. Ух, да, у меня моя скотерушка приказала долго жить. Но ту, которую я хотела постелить, я что-то забыла, куда ее сунула, я не нашла. Придется потом на показательной монбанге где-то покупать специальную скотерушку. Короче, вот тут какая-то ямочка. Вот тут тоже какая-то. Уж не знаю, из-за чего она. Она, наверное, как-то закрывается тут так. Потом... Тайвань это вроде, я уже забыла. Ну, короче, товарищи тайванцы. Вы такие интересные. Я специально на андон покупала... Или на вайберсе, я уже забыла. На вайберсе. Короче, на каком-то маркерплейсе я специально покупала смесь семян. Что тут у нас? А, тут инструкция. Инструкция. Она на ингридсе, потому распечатка на русском. Но местами там такой текст, что кажется, будто китайцы переводили на английский. С английского переводили на русский. И машинному тексту. А, может быть, даже сразу китайцы переводили на русский. И не дали человеку, который хорошо знал эти русские, будучи китайцем. Или кем-то там. Ну и, в общем, как бы... Я даже не знаю в Тайване, какой язык сейчас делал. Так вот. А он сказал, что это Тайвань. В скобочках. Но написал Китай. Я не знаю, на каком языке говорят в Тайване. Так вот, наверное, товарищи с тайваньского переводили... Поправьте меня в комментах. Можете поржать за отчет того, что я не знаю. Или сказать, что могла бы изучить этот вопрос перед тем, как обзор делать. Короче говоря, они переводили со своего на русский. И у них не было редактора, который очень хорошо знает русский язык. Ну или более-менее хорошо. И поэтому там есть такие забавные опечатки или некоторые слова. Ну, у нас есть инструкция в картинках фирменная на Анлейте. И инструкция в картинках, но не цветная распечатка на русском. Вот. Йода Европа. То бишь, это предоставлено для Европы. И она идет как новинка на Озон. Я на официальном сайте Йода видела такой же. Он стоит 25 тысяч. И там за доставку, наверное, тоже как-то платить. Вот такая вот штучка. Потом щеточка ёршик. Потом, как я чувствую, крышку. Проводок. Или зритель даже не подозреваешь. А я тут практически каждую минуту прерываю, ставлю на паузу. И фотографирую на телефон, чтобы у меня были фоточки для Арика. Это своего рода отвертка. Шучка, мне кажется, такая же, как была в том маслопрессе от Равмит. Который по образу и подобию создается на одном заводе, где делаются еще для кучи подобных товарищей. В смысле фирм. Провод. Провод. Я чувствую, что там что-то есть. Провод. Провод. Провод подсоединяется. В принципе, нормально, я считаю. Такая вот вилка. Похожая, как у меня вставляется монитор. Которая ему... Дай черт памяти рукавичка. Рукавичка, по-моему, точно такая же, как была у меня в предыдущем. Маслопрессе от Равмит. По образу и по волю. На китайском написано. На китайском. 23 на 15 сантиметров. Ну, нормальная такая рукавичка, еще немножко даже влезет, потому что рука чуть побольше, чем моя влезет. Но она, если честно, упирается. Вот тут вот оно заканчивается. Ну, те, у кого руки чуть подлиннее, она, наверное, будет не очень комфортно сидеть на руке. Если слышите какие-то звуки, если, возможно, за стол трясется, то моя кошка решила поточить свои копыта. Кошечка. Вот крышечка. Тут тоже крышечка, но она более такая удобная. Мой слон-бегемот запрыгнул чуть было, мне все тут не снес. Тут что-то еще такое. А, это крышечка есть. Крышечка на носик, из которого у нас жмы плывали. Что-то хорошо, вот так, компактно упаковано. Ничего нигде не трясну. Да, говорит кошка. Такой носик вот. Надо просто вот это разложить так, чтобы оно нигде никуда не рушило. Та-дам! Сейчас я буду пытаться это вытащить. Оно вытащилось. Когда пройдет год, я могу его пасымерить. Так как год на него гарантия. Вот он наш друг сердечный. Сейчас я как-нибудь его попытаюсь снять. Он в пакете. Наверное, я его извлеку вне камеры. Луж мне, простите. Вот эта часть, это пенопласт. Вот так у нас тут все загромождено. И внизу, кстати, тоже пенопласт. Ну, а на такие тучи же кому-то это интересно. Вот там у нас пенопласт. Сейчас я туда сложу все, что сейчас пока нам не пригодится. Как и положено, он немного пахнет. Буквально вот пару минут еще назад. Свежесобранным пластиком, чем-то еще. Но то, что вот как обычно пахнет новая техника, которую вы только что достали из коробки. У меня так было со всеми девайсами от Киткут, которые как-либо связаны с кулинарией, не кулинарией. В общем, вот тут у нас пенопласт. Кстати, пенопластовая ванная. И тут, кстати, да, есть вот такой желоточек. Просто в обзоре не помню кого. Причем, знаете, на Ютуб же приветствуется авторское право. Я в каком-то, я за него, ну, как бы я считаю, что надо писать, что вот это вот взято оттуда-то. А музыка там оттуда-то, еще что-то. Ну, смотря какая лицензия. Ну, суть такая, что я встречала видео 17-го года с обзором этого товарища. А потом нашла видео 19-го вроде года с обзором этого же товарища. То же самое видео, только еще с логотипом другой фирмы, которая, видимо, это уже продавала в России. И там как бы не было в обзоре этого лоточка. Я так поняла, что разница была от Равминовского товарища с Йозой именно с наличием этого лоточка. Я немножко отсобачила этот кусочек. Прости, кусочек. Я надеюсь, ты не Равмита будешь жить долго и сейчас тёмненько со мной. Так, как бы это извлечь. Я пока извлеку, а потом включусь. Если долго мушится, ванночка извлекается. Я её сейчас тоже уберу в коробочку, где всё, скажу, лежит. Все на фарсовое. Упаковочные материалы и так далее. Ванночка это под двух. И она в пакете. Ну и там масло пресс, в принципе, в пакете. Фактически уже всё, что можно, я тут достала. Осталось только масло пресса взлечь из пакетика. Вот что у нас получилось. Это вот как всё, что тут есть. Туковичку пока уберём. Оно вот так одевается. На самом деле там ещё не закреплено, но надо как бы... Достану я сейчас это всё. Потому что здесь... Оно, кстати, сквозное. Я сейчас его просто попробую показать. Так, вот так оно. Да, оно, конечно, тяжеловатое. В нём семь программ. Шесть предустановленных. И некоторые из них рассчитаны не только на определённый какой-то вид семян, но и другие семена, судя к табличке. И одна смешанная. Вот всё остальное, что не попало в тему. Сюда, соответственно, вставляется шнур. Тут у нас охлаждение. Ох, я не знаю, надо ли кому-то это увидеть. Ну вот, что у нас внизу. Там тоже охлаждение. Ножки без присосок. Откровенно говоря, я сейчас довольно помучилась. Прежде чем я сообразила, как это достать в первый раз. Но сначала я сняла вот этот пакетик. Сеточка. Фильтр. Тут сделано намного лучше, чем, допустим, тот, который у меня был до этого. Рамит. Ну, та самая модель. Здесь сеточка. То, что с неё стекает, оно идёт, как видите, вот такой подончик. Тут, возможно, на белом фоне не очень видно. В общем, вот такой подончик. Сеточка у него ставится. Сеточка металлическая. Плотная. Ну, сужок какой-то даже. Выемый такой. Ну, с самого центра. Такой тут обозначен, куда масло капает. И оно тут даже протекает, короче. Тут, соответственно, такой носик из-под этого подончика. Подончик у нас ставится вместе с сеточкой. Вот сюда и сам стаканчик. Немножко как бы с ручечкой, чтобы было удобно брать. Знаете, напоминает сидячую ванну. Раньше были такие в маленьких квартирах, где маленькие ванночки. Ванны. Вот сама ванночка такая сидячая. Тут похоже. И дальше уже носик. И еще здесь под ним есть маленькое такое ситечко. Которое, кстати, на самом деле, что прикол, я даже не знала, что так и правда есть. Вот здесь вот пальчики мои, видите, оно как бы сквозное дно такое. Но это хреновенько. Подончик такой. Он ставится вот сюда. Он так было. Фиксирует, что... Я первый раз, когда его видела, но не еду именно. А раз, ведь я не хотела его брать. Именно потому что я боялась, что там вот оно как-то туда подтечет. Если туда оно течет, то как это все убирать, как-то промывать там тряпочкой. А на самом деле ладчик открывался намного проще. Здесь есть вот такой подончик. Если убрать, допустим, этот подончик вставить, то когда вы вынимаете это счастье... Вот, да, у меня тут тогда же была такая же проблема, немножко непривычно, неудобно еще это вынимать. Вот. Вот. Вот приноровый цена, вынимаете подончик, а если там еще что-то капает, то оно будет капать на поверхность, на которой стоит на фокусе. А если здесь вот есть этот подончик, то оно будет, соответственно, докапывать оставки уже масла. В этот подончик я вот чувствую рукой. Холодный металл, из которого как раз это все выпадать будет. Холодный металл шнека. Вот. Сейчас я покажу, как оно разбирается. Это легко довольно снимается. Чтобы закрепить, затянуть, надо сделать вот так. Вот, чтобы было лучше видно. Наверное. Наверное. Надевается этот гаечный ключ. И на себя, ну, в общем, от себя это, значит, затянули. Чтобы оно все на месте ровно стояло. А это на себя, и оно уже откручивается. Холодный металл. Обалдели. Холодный совсем холодный. Такая-то не сползает, походу. Он даже, по-моему, больше, чем вот тот, что был в рамине. И сам снэк. А я решила глянуть чудом внутри. Вся эта наша красота. Я сейчас познакомлюсь с инструкцией по применению, а потом уже покажу вам его в действии. В общем, с инструкцией я ознакомилась. Решила я, что буду сначала делать кубовые орехи на масло пускать. С крышкой я долго помучилась. Но потом все-таки поняла, как это делается. Сейчас она у нас открыта. А так она у нас закрыта. Я пока ее приоткрою. Сейчас мы соберем наш шнек. Ну, в смысле, соберем его. На обратно. Все туго. Кстати, вот здесь носик такой. Поддончик. 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 Тут есть выемки, у контейнера под масло и какая-то там вот так ставится. Сейчас вот к нему вставляется довольно туго. Просто покажу, здесь вот есть такая лапка, она семена будет подталкивать. Я чуть-чуть неправильно сначала ставила, надо вот этой выемкой гладенькой по подборке вот сюда. Вот я назыпала кедровый орех, чтобы было удобно в пиалку. Для начала просто небольшое количество засунем, как советуется в первый раз. Да, вот крышка первый раз приходится помучаться с непривычки. Вот так она должна правильно стоять, ну так, чтобы встать. Можно ее было достать. И вот она закрывается по часовой стрелке, открывается, соответственно, против часовой стрелки. Включаем. Конечно, на английском это все. Но нужная нам программа это четвертая. Нажимаем этой клавишей и она пикает, идет сюда. После нажимаем на пуск, после как выбрали. Оно около минуты будет нагреваться, как раз красный огонек идет. Я даже не буду вырезать этот момент или ускорять, просто оставлю. На случай, если кто-то из вас тоже решит такой девайс купить, и будет сомневаться, что и как, почему он тут мигает. Все никак не идет в процесс. Если крышка закрыта неправильно, либо неплохо, то он, соответственно, не включается. Это как бы защита срабатывает. Он максимум может работать 45 минут, после выключается сам и ближайшие 30 минут он отдыхает. Ему, соответственно, надо дать остыть. Это защита от перегрузки и защита от перегрева срабатывает. Но я думаю, что 45 минут это уж... Я и с тем-то сколько не работала. В среднем минут 25-30. Первая шесть программ по пикетам основные орехи, а последняя подсмешанная. Сою и кукурузные семечки. Хотя я тут узнала недавно, что кукурузное масло делается, вот пока я говорила, даже в камеру не глядя на планшет. Точнее, не глядя на планшет, потому что правая камера в планшет, а тут у нас пошел вновь. В общем, кукуруза внезапно делается из зародышей кукурузы. Так вот, из зародышей кукурузы и соя, они очень крепкие из них. Масло на 100 грамм выходит только 10-15%, не более. И вот, соответственно, ни то, ни другое не советуется так делать. Ну, да, мне в принципе кукурузное масло не нравится. Не во столько я от него от соевая. Так себе тоже оказалось. Ну и где, я не знаю, брать эти семена кукурузы, на самом деле тоже. Я делала для себя вот то, что я хотела, я на нем буду делать. Сейчас я поднесу камеру поближе, посмотрим, как там тапает. Смотрите, какая тут манипуляция сделала. Тут уже что-то масло появилось. Сейчас я снимаю на руке. Зернышек осталось совсем чуть-чуть. И вот та маленькая черная штучка, это как раз та самая лапка, которая помогает зернышкам идти куда надо. Жмых у нас сейчас, ну вот оно дошло. Еще пока, видимо, не совсем дошло. 40 градусов он, 40 с хвостиком даже. Подача семян уже практически прекратилась. И вот он выключился. Как раз я вовремя включила камеру. Когда подача семян прекращается, даже если тут уже все, вот здесь уже все закончилось. Какое-то время еще в шнеке есть семена, и он какое-то время еще в течение минуты где-то работает. А затем выключаются. Температура жмыха у нас сейчас 42 градуса. Уже пошло просто составание. Ну и сейчас глянем, что у нас тут с маслом. Оно еще отфильтровывается. Хо-хо-хо-хо-хо. Мне, конечно, советуется подождать немножко. Вот наши маслицы. Это масло, которое попало сначала на фильтр. Потом оно отфильтровывается. И уже стекает в контейнер дальше. Чуть-таки отражается моя кольцевая лампа. Ну и, соответственно, если раньше вытащили, то вот оно капает туда в поддон. Сейчас вернем обратно. Вернула я обратно. Сейчас я досыплю оставшиеся орешки. Ну и дожмем его уже, это масло. Кстати, снимаешь крышку, и когда он устанавливается, он все еще как бы работает. Тут он умигает что-то. Остатки масла. Точнее, остатки орешков. Опять мучение с этой крышкой с непривычки. Вот. Встала. Можно сразу нажать на пуск, если орешки закончились и засыпали заново. Он также опять у нас будет мигать красным нагреваясь. Ну и скоро пойдет процесс. Из жмыха я планирую делать муку. Ну, жмых можно добавлять, допустим, в салатики, в кашки, в творожки. И можно сделать муку и сделать какие-нибудь там вкусняшки. Печенье тоже какое-нибудь. Вот так сейчас пошел. Можно просто так лопать жмых. Печенье. Вот тут даже видно у нас фотографий. Печенье. 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 Ну и написано в инструкции, что первые 4-5 запусков может пахнуть пластиком. Потому что, в принципе, это нормально для техники, которая так, чтобы вырезала с завода и из коробки. Мыть его водой не рекомендуется. Соответственно, протирать можно тряпочкой. Вот здесь это отверстие просто как бы выемка под семена. Потому что сейчас замечала, что там несколько орешков осталось от на стенках. А сам шнур протирать тряпочкой. Мягкой. Но, по-моему, камера соответственно ёпшиком чистит. Хотя я видела обзор в первую презентацию. Ой, там, в принципе, мыли под водой. Ну, можно под водой ныть, но без... Не исключать, в общем, минимализировать контакт с водой. То есть, на тонмольной камерой и самочной камерой. Без агрессивных моющих средств. Думаю, что можно будет вот справиться просто какой-нибудь такой тряпочкой. Как у меня там есть какая-то тряпочка для стекол или ещё какую-то штуку. Для косметики. Такие уже. Вот немножко поменяла ракурс. В общем, он у меня дожил всё окончательно. Сейчас я дам ему минут 10 подостыть. Потом уже и для кумаса. Потому что оно всё ещё там докапывает. Жмых очень вкусный. Можно в салатик сейчас добавить будет. А, да, кстати, я нажимала на паузу. Открывала крышку. Потому что там в одном месте орешки застряли и лапка их не подцепляла. Ибо они на стеночках сверху были. После закрывала крышку. Обратно нажимала на паузу. Он уже на пуск. И всё дальше шло. Уже без всякого нагрела. Как бы вот так тоже можно сделать. Думаю, пришла пора его разобрать. Я как раз нашла внезапно свою скотерюху. Положили потом. Угу. Немножко масляный. Хотя, наверное, всё-таки лучше одеть рукавицку. Может, он слегка тёплый. Даже так. Вот это-то ещё более-менее, как бы, терпимое. Ну, оно, конечно, не супер горячее такое, но... Вот тут у нас немножко ещё вот осталось жмыха. Вкусненько. Ну и как бы написано, что на шнеке вполне может что-то остаться. Ещё какие-то немножко семянки. Это вполне нормально. Ну и вот, смотри, он вполне себе чистый. Буквально там может какая-то микрогранула. Я его разобрала. Всё-таки немножко водой промыла аккуратно после ёршика. Я вытерла помольную камеру, вытерла полотенцем чистым, мягким шнек. Ну и сам ёршик у меня сейчас сохнет, потому что надо было его помыть. Здесь у меня и масло всё ещё истекает. И там примерно 150 миллилитров уже. Ну, я не замечала же, сколько орехов я использовала на самом деле. Но так как оно вмещает где-то 450 грамм, 40 миллилитров. Чашка у меня, она хоть и на литр. Но я, наверное, где-то полкило, может, и выкопала. Или 400 грамм. Половину из того пакета, что у меня было этих орехов. Потому что орех у меня изначально когда-то было килограмм. Но часть я делала на всякие нужды свои пускала. Масло должно отстояться минимум 3 часа. Но в идеале, чтоб 80 в холодильнике постоит. И я его куда-нибудь перелью. Ну и покажу потом уже, каким оно стало на следующий день. Вот сколько у меня сейчас масла. И небольшая капелька, как из-за того, что я тогда доставала, была в поддоне. Никуда лишнее ничто не пролилось. Вот. Маслопресс идёт. Вот моё масло отставилось примерно сутки. Я его не трогала, только похвастала подружке. Показала, что вот у меня масло такое. Из моего нового маслопресса. Это то самое кедровое. Я хочу сейчас немножко добавить его в творог. Как раз посмотрела на сайте хлебопечка.ру такой рецепт. Вот. И сегодня, может быть, по плаву уже смеси семян сделать масло. У меня специально куплены семена. Там тыква, подсолнечник, кунжут, лёный. Причём кунжут и белый, и чёрный. Вот у меня салатное ещё масло такое. Вот. Ну и чё хочу сказать. Мне он нравится пока что. Если вы как я, то советую приобрести. Он удобный и хороший. Ну что, зритель, спустя 4 месяца с лишним жизнью с этим товарищем. Не регулярно его использую. Я когда часто, а когда не очень. Я прихожу к мысли, что мне не хватает иногда вот такого контейнера. Дополнительного. Вот такой вот штучки. Потому что вот сейчас я отжала масло сначала кедрового ореха. Но ещё, конечно, не отстоялась. А потом мне приспичило отжать масло остатков семян тыквы. Ну и как бы всё равно немножко засоряется ситечка. Надо его чистить, соответственно мыть, сушить, а потом уже отжимать. Можно, конечно, там в районе батареи поставить или вытереть полотенечком, чтобы это всё побыстрее высохло. Как раз за это время отдохнёт маслопресс. И вот этот тоже надо, товарищ, доставать и немножко чистить. Потому что вот так получилось, что у меня немножко там забилось. И масло пошло ротиком. В итоге тут немножко вот тут тоже накапало его. Но в целом я очень довольна своим приобретением. Я думаю, что уже можно его показать и тебе, зритель. Ну как бы я же обзор начала писать, когда его только купила. Там вот накапала маслица как раз вот этот поддончик специальный. Вот здесь вот масло кедрового ореха. Вон там вот масло как раз капало уже тыквы. Потому что я извлекла контейнер, чтобы перелить. Ну и вот этот поддончик очень удобный. Так что если ты, зритель, обладаешь деньгами, либо желанием себе такого маслопресса и возможностью его себе купить, то вот Akita Yoda Home Pro очень даже хорошая вещь. А все, что было после, по образу и подобию создано от разных других фирм. Вот. И если хочешь поддержать канал, где-то будет облако. Можешь это сделать финансово. Если не хочешь финансово, можешь просто поставить палец кверху, подписаться на канал, если еще не подписан. Подписаться на мой инстаграм и пролайкать посты последние, либо то, что тебе понравится. Можешь просто оставить какой-то комментарий. Я тебе поставлю лайк, если это будет в положительном виде написано, без хейта. Ну и спасибо за просмотр. Можешь поделиться мнением, если вот ты сам делаешь масло. В каком-нибудь новом, возможно, маслопрессе. И пока!